привет братули сейчас историю расскажу которую в шоке будете вчера ехал из москвы точнее поехал в москву и там сломался потек сальник маховика это канистры лежат это половина того что я купил только чтобы доехать от москвы до тулы смотрите 1 2 3 4 5 6 и он там 77 канистры по малогазали короче масло просто текло-текло я вот ли у лил короче залил а 6000 потратил самый дешевый массу литров 50 массов залью чтобы доехать это она все вытекло потом уже под конец ли уж от не уровень во что-то хотя мотор просто смазывался в масле качка сейчас открою мотор покажу вот тут загрой масле вчера заливал мимо ли уже ночью ничего видно не было и он там внизу если видно все в масле там потекло на винате мне там лужица маленькая это масло то чтобы дотекло и тут вот раскиданы пока разворачиваются следы в общем приехал там выгрузился вчера смотрю лужа какая-то под машиной смотрю массов капает капает уровень смотрим пустой пиздец до этого машина троить начало чуть-чуть к москву ехал и иногда и чек загорелся давление масло не горел кстати говоря в общем заливая масло она выходит сразу утекает ну как минут за пять допустим капает очень быстро почти льется принял решение ехать заливать массу отработки сначала заливал потом закончилось что медали отработать начал покупать массу сам дешевый везде покупал и минералку по синтетику даже на размиссионной заливал по нечаянности купил ну почитал что на трансмиссионную тоже перекупа заливает машины поэтому но это очень особо страшно что вытекает сразу масса моторы кристально чистые потому что сразу промывалась ну вот кое-как доехал хорошо мотор не клинанул сегодня уже на сервис записался поеду посмотрим что там скажут дальше посмотрим запишу видосик ну продолжение к этому видео смотрим что-то поменяет насколько для них это выйдет потому что разбирать снимать коробку надо там почему выдавила сальник это вам на будущее это на любой машине такой может быть надо смотреть этот сетыш который газораспределитель где идет она там забивается и не проходит через этот патрубок воздух если она забилась и воздух не идет то из-за этого выдавила сальник поэтому следите за этим чтобы у него такой неприятный ситуации вот здесь стоит бодяга не знаю как называется вот здесь сбоку снизу идет патрубок на нее от нее идет патрубок вот сюда сейчас я заткнул их вот это забивается ерунда и туда не проходит воздух и сальник из этого выдавила сейчас я в обход сделал шланг тут заткнул тут заткнул дырку сейчас буду обратно я прошу сыром и дилеру поеду вот эту ерунду надо проверять вот она чтоб не забивалась а иначе не будет проходить воздух давление там не будет воздуха и все и выдавит уже следующий день приехал к официалам позвонили забрал машину конечно официалы работают но кто сталкивался знаю как особенно если машины какие-то не mercedes а бюджетные это вообще жесть звонят в паре уют сделали диагностику в паре у тебя подряд всю хуйню что надо и не надо ну вот сейчас вроде починили по поедем поедем посмотрим мотор помыли просил мотор помыть могли бы машину бонусом помыть федерации на других официальных допустим как ford джинс разная машина бесплатно мой там же а тут попросил мотор помыть за деньги то помыли кузов не помыли короче говорят надо поменять то надо поменять это впаривать все но если ты человек который вообще ничего не понимаешь ты конечно на все согласитесь и те счет выставит вообще хереный у нас счет выше 18 царе вот он счет сейчас покажем 18 тысяч счет что-то помелочи там сказали на тоже меня это сюда ей ты сам при смогу сделать допустим крышка расширительного бачка на русских машинах они меняются очень часто потому что они вообще не держат не папа там их херово не спускает игры не надо мне это менять это все равно часто меняйте запрещены все равно поменяли 90 рублей ванна кого мелочь но все равно впаривать все подряд мартизатора вам надо менять еще чё-то блять всю хуйню я короче самое поменял самое только необходимое там ремень приводной жидкость гури говорят горела чтобы гидраль не поехал потом это газовский дилерский центр висто называется визисе honda и китайцы всякие все подряд короче ну отношения клиенту я вам скажу так себе только на бабки разводят поэтому в целом будьте аккуратны работали ну работа такая салон не должен минус себе работы вот фильтр старый поменяли ремень приводной внутри лежит ну да ремень такой потрепанный уже потресканный кстати говоря коробка от шаровых от новых и крышки нету новую крышку отдельно расширительными старой была хорошая заколхоженная никогда не грел ну вот и так чистенький принципе мотор помыли масло отмыли вот у новой крышки которые лучше старая стала да помыли а капот весь масло глибой машин рекомендации они меня сказали надо радиатор помыть он уже под забит и дроссель надо помыть но это отмывание бабок чистой воды тоже дроссель я недавно сам тут но дроссель мыть это вообще ерунда кажется может я видео об этом кстати снимал то можете посмотреть найти отмывание бабла полный идет не советую в общем покупать вам русский авто пром связываться с ним газели стаку потому что эти машины 16 года и два года пробег сколько там 116 и уже тут все кузов уже цветет по мотору уже проблемы лучше короче для бизнеса брать какие-нибудь hyundai корейцы какие-нибудь может быть они немного дороже но это надежный автомобиль если вам была полезная информация поставьте лайк и подпишитесь на канал если есть вопросы пишите комменты а а